Добрый вечер, в эфире телеканала ЖТСУ. Время новостей. С вами Азадж Маханов. Работа координатора волонтерского фронт-офиса МИРМД ЖТСУ Жан-Саис Магуловой отмечена благодарственным письмом главы государства Касымжо Марта Тукаева. Значимый документ активистки в торжественной обстановке вручил Аким Алматинской области Амандык Баталов. Жан-Саис Магулова с детства отличалась добрым сердцем и неравнодушием к обществу. Всегда принимает участие в организации коллективного волонтерства. Члены ЖТСУ Ерклера с момента ведения ЧП Жан-Саис Магулова внесла значительный вклад в шитье тысячи масок, обеспечила доставку еды более сотням нуждающимся и находящимся на карантине. Активно ведет и пропагандистскую работу. Опубликовала почти 70 сюжетов и 34 статьи о деятельности волонтеров. Ваш вклад в созидательность и единство общества неоценимо, отметил Амандык Баталов. Я считаю, что благодарственное письмо от президента, врученное мне, адресовано всем волонтерам Алматинской области. Их, кстати, у нас 2033. Текущий год объявлен годом волонтеров. И в связи с пандемией коронавируса наша деятельность дает четкое понимание, как важно помогать обществу. Это повышает сплоченность народа и неравнодушие к людям. В день мы принимаем порядка 300 звонков от нуждающихся и всем стараемся помочь. Со вчерашнего дня в связи с обращением президента страны и главного государственного санитарного врача на полный объем переведены и производственные предприятия области. Одно из градообразующих – завод Кайнар АКБ. После временного простоя вновь наполнился кулом оборудования и голосами работников. Однако послабление еще не значит полной отмены карантинных мер. Потому средствам защиты особое внимание. С введением послаблений карантинных мер для крупных производств Талкурганский аккумуляторный завод приступил к работе в прежнем объеме. Однако усилил меры безопасности. Завод работает три смены, у нас более тысячи человек. Наша основная задача – это не допущение с подозрением на вирусную инфекцию. Для этого мы создали три поста у входа. Если вдруг выделить у кого-то температуру, мы не допускаем к работе. Если 38 и выше, если какая-то симптоматика, мы подозреваем, у нас есть изолятор, мы закрываем. Слава Богу, у нас пока такого случая не было. Часть сотрудников, не задействованных в производственном процессе, пока еще будет работать в удаленном режиме. Производственники же вернулись в цеха. Мы вошли в свой полный график. Работаем три смены, сутки. Сутки производим 10 тысяч аккумуляторов. Производим аккумуляторов для сельского хозяйства, для автомобильной промышленности. Министерство обороны. В данный момент еще производим аккумуляторы для тепловозных, для железной дороги. Хочется отметить, что несмотря на новые условия труда, предприятие работает в штатном режиме, не снижая объемы производства. В планах руководства завода еще и запуск новой линии. К ней приступят уже после снятия карантинных мер в стране. Гульназ Мустафан, Нуржан Муканов, телеканал ЖТСУ. Тростниковый сахар начнет производить уже в этом году Куксусский сахарный завод. Для этого уже завезена вся необходимая техника из стран Европы. Сейчас руководство предприятия проводит строительно-монтажные работы. Оборудование из Австрии, Италии и Украины позволяет сутки производить до 300 тонн тростникового сахара. Однако основное сырье все же составит сахарное свекло. Если в прошлом году Куксусский сахарный завод произвел более 22 тысяч тонн свекловичного сахара, то в текущем году с обновлением оборудования этот показатель достигнет 25 тысяч тонн. На сегодняшний день на нашем заводе проводятся некоторые ремонтные работы по подготовке, по переработке сахарной свеклы. Это очистка теплообменной аппаратуры и ремонт насосного парка. Остальные основные работы мы планируем в мае месяце выводить людей на ремонт и до начала сезона все работы закончены. В период чрезвычайного положения не остались в стороне и активные представители Раимбекского района. Общими усилиями они сшили 32 тысячи масок и раздали жителям региона. Также в рамках акции «Безбергемос» 670 нуждающихся семей получили социальную помощь на 7,5 миллионов тенге. Свою лепту в общее дело по борьбе с невидимым врагом вносит совет матерей Раимбекского района. В трудное для страны время, зная о дефиците масок, они занялись их пошивом. В день выпускают порядка 500 единиц, и что важно, раздают их всем жителям района на бесплатной основе. Акимат оснащает нас материалом, мы в свою очередь занимаемся пошивом. Трудятся во благо общественного здоровья 20 человек. Мы в полной мере осознаем социальную ответственность, поэтому и занялись пошивом масок. В районе с начала ЧП уже произведено 32 тысячи единиц масок, и работы в этом направлении продолжаются. Помимо налаженной пошивочной кампании, параллельно идет работа в рамках республиканской акции «Безбергемос». Помощью охвачены все социально незащенные слои населения. Среди получателей продовольственной корзины и средств гигиены мать шестерых детей Кульна Забайказа. Ваша неравнодушие сплачивает, говорит она, выражая благодарность организаторам. С мужем воспитываем троих сыновей и троих дочерей. Он самозанятый, я дома с детьми. В такое время, когда много действий ограничено, мы все должны помогать друг другу. С момента запуска акции «Безбергемос» меценаты оказали помощь 677-м Раймбекского района на сумму 7,5 миллионов тенге. Благие поступки непременно найдут свое продолжение, утверждают организаторы. 111 автомобилей из более чем 4,5 тысяч не смогли заехать на территорию Каратальского района. Это связано с осложнением эпидемиологической ситуации в стране и вводом запрета на выезда и въезда на территорию городов, районов, сельских населенных пунктов. В связи с объявлением чрезвычайным положением в Каратальском районе Алматинской области организованы два санитарных поста в Вельтайском и Жулбарском сельских округах. Весь проезжающий транспорт проходит необходимую проверку. В случае получения разрешения на въезд автомобили проходят дезинфекционные мероприятия, а у водителя транспортного средства и пассажиров замеряется температура с помощью пирометра. Ежедневно на одну смену поступает 8 человек. Здесь в состав входят сотрудники РОВД, медицинские сотрудники и дезинфекторы. То есть каждая машина, заезжающая в наш район, проходит через обработку. Любители киберспорта в период карантина оттачивают мастерство и участвуют в онлайн-турнирах. К слову, очередной кубок Талдыкургана волонтер КАП собрал 28 лучших киберспортсменов города. Они выясняли сильнейшего между собой по футбольному симулятору. Аслхан Тарыбаев увлекается киберспортом последние два года. Особенно хорошо освоил виртуальный футбол. Является чемпионом различных городских соревнований. Отстоял титул и на этом кубке волонтер КАП. Все участники были сильными. Провел пять игр. Каждая выдалась тяжелой. Но благодаря новой тактике смог одержать победу. Я играл за футбольную команду Аякс. Рад, что получилось выиграть. Буду и дальше стараться показывать мастерство. Турнирная сетка была по олимпийской системе. Команды выбирались из числа участников Лиги чемпионов и Лиги Европы. Организаторы виртуального турнира – управление по делам молодежи Алматинской области. По их словам, состязание будет проходить и впредь. В планах проведения соревнований на областном уровне. На сегодня киберспорт развивается быстрыми темпами. Другие регионы тоже изъявляют желание участвовать в турнирах. В будущем мы планируем проводить соревнования по онлайн, шахматам, шашкам и другим интеллектуальным играм. Лучшие игроки составят основной костяк сборной областного центра. Они будут представлять Алдыкурган на областном и республиканском уровнях. Это вся информация к этому часу. Встретимся в 21.30. Субтитры создавал DimaTorzok